Наша программа постепенно набирает обороты. Движемся дальше. Вот о чем захотелось мне сегодня с вами поговорить. На днях один из самых известных шоу-балетов нашей страны отмечается в день рождения. Не просто день рождения, а четверть века. Три поколения, разные площадки, всевозможные сцены не только нашей страны, но и зарубежья. Теодор Балет празднует день рождения. Празднует с размахом. Именно поэтому решили мы подвести итоги их творческой и сценической деятельности непосредственно у нас в студии на нашем утреннем диванчике. Пригласили для этого мы, конечно же, Александру Шайн, известного хореографа и танцовщицу, а также Дмитрия Нягу, хореографа. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Я очень рада вас видеть. Спасибо за приглашение. Ну, во-первых, конечно, нам очень хочется искренне поздравить вас. Все-таки не просто день рождения, а целая четверть века. Да, здесь мы хотим сказать огромное спасибо, и огромное спасибо, что вы с нами, потому что без вас, нашего зрителя, наших любимых учеников, этой даты, конечно, бы не состоялось. Поэтому мы хотим сказать большое спасибо, что вы с нами. Ну, искренне поздравление. Естественно, каждый день рождения – это какое-то, знаете, подведение итогов. А тут уже 25 лет. Тут итогов, ого, сколько добралось. Да, не верится, не верится. С чего начался Теодор лично для вас? Потому что с чего начался шоу «Балет Теодор»? Наверное, все-таки у Теодора нужно спрашивать. Да, лучше всего. История интересная, можно уже целую книгу написать, я уверена в этом. Вот для каждого из вас. Ну, лично для меня первое впечатление – я познакомилась с Теодором Радулескину, когда танцевала в коллективе «Кадрянка». Он был у нас хореографом. Теодор Радулеску говорит, что он меня не помнит. Но на самом деле я очень хорошо помню. Он ставил, он еще делал мне замечание, что у меня там не такие руки, плохо работают кисти. Потом через какое-то время он уезжал, я еще танцевала, я попала в клуб «Лавиктор» и увидела выступление балета тогда. И я была просто шокирована, насколько мне это показалось необычным, интересным, насколько на уровне это было сделано. И я тогда их увидела впервые и подумала, вау, вот это круто, вот это что-то, я бы хотела здесь быть. И потом так сложились обстоятельства, что Теодор вернулся, опять делал для «Кадрянки» определенную хореографию. Там мы познакомились, я осталась без партнера, ну, так происходит в бальных танцах. И думала, что мне делать. И вот совершенно случайно, вот бывает такое, звезды сходятся, знаешь, я шла по дороге в школу, я школьницей была тогда. И Теодор проезжал на машине, и он остановился со мной поздороваться, спросил, как дела. Я говорю, все хорошо, но вот без партнера осталось. Он говорит, так приходи ко мне. Я говорю, ну, приду. Вот это судьба, точно книгу написать можно. Вот так и получилось. Я пришла на второй день, он мне говорит, учи хореографию. Я учила хореографию, которая длилась 20 минут, мне до сих пор не верится, что мы это сделали. И я вышла на сцену, между прочим, Палату Национал, куда мы выходим, 14 февраля. Да, поэтому для меня это такая дата особенная. Я всегда говорила, что у нас получилась такая любовь с первого взгляда, роман с первого взгляда с этим коллективом. Вот это моя история. У Димы своя история. Честно говоря, я мурашки, как по теме у вас идет по таких историях. Дим, да, с чего началась твоя история? Да, меня пригласили на концерт балета «Теодор». Тогда я впервые увидел «Теодора» и «Александр». Это было еще в театре «Михайминеску». У меня ассоциации «Теодора» без «Александры» тоже нет. Тогда было очень много. Меня пригласила одна девушка, которой мы учились вместе. Она сказала, у тебя много энергии, давай на танцы. Я стеснялся. А ты направить нужное. Да, надо направить. Я не хотел, но на тебе билет. Приди хотя бы посмотри. Тогда не было билетов, мне дали стоячий билет. Я где-то два или три часа просто стоял и смотрел на них. Я влюбился и пришел уже в «Теодор» в «Теодор Студио». Начал тренироваться. И меня заметил «Теодор», «Александр». Сказали, что ты должен поступить во второй состав, чтобы тренировать меня для того, чтобы я поступил в балет. И как-то получилось это очень быстро. Где-то через год я уже попал в балет. Ну, случайненько так. Один парень ушел перед концертом, и меня, как и Александру поставили, надо было выучить много танцев перед концертом. Меня поставили так сзади. И постепенно, через год, и через год у меня линии менялись. Отдвигали, да. Я заметила, что ничего случайного в жизни абсолютно нет. И ваша история – это просто судьба, наверное. Привет. Думали ли вы, когда вы познакомились с этим балетом и со сценой, и с коллективом, что это, так знаете, всерьез и надолго? Либо подумали, что, ну, наиграемся и займемся чем-то серьезным? То, что мне говорили всегда родители и знакомые, что это хобби. Чем ты занимаешься? Я говорю, я танцую. Нет. А чем ты занимаешься? Это хобби. Чем ты занимаешься? А чем ты занимаешься сейчас? Да. Я танцую. Я танцор, хореограф и учитель. Хочешь ли ты продолжить свою жизнь? Да. Я где-то через 2-3 года понял, что танцы – это все. Я хочу танцевать, хочу ставить хореографии. И то, что у меня бизнес и администрация, то есть у меня диплом экономиста, я все равно танцую. Александр, ну, скажи. Ну, конечно, я всегда хотела танцевать. Я всегда была очень творческим ребенком с самого детства. Единственное, что я поняла очень быстро, что танцевальное вот это направление, когда я увидела, что мы набираем такие серьезные обороты, да, как бы у нас сначала была одна маленькая группка, потом у нас их стало 5, потом у нас появилась студия, потом мы открыли еще одну. Я поняла, что все это становится на какие-то рельсы. У меня тоже есть другое образование. Я поняла, что моя рука все равно будет нужна. То есть, и поэтому я для себя видела всегда продолжение именно в этой сфере. Я понимала, что в какой-то момент, конечно, танцы закончатся, да. Ну, начнется администрирование танцами, да. Да, и начнется. И эта часть тоже очень важна. Ее нельзя не обращать на нее внимание. И поэтому для меня, я, например, очень рада, что я в этом коллективе уже много лет, очень много лет. Я никогда не хотела уйти, я никогда не хотела поменять. Я никогда не... У меня, наверное, какая-то японская система. Вот есть японская система. Люблю и все. Когда, да, чем дольше ты остаешься в коллективе, тем больше тебя ценят, да, вот. И сейчас тоже я хочу сказать большое спасибо. Я тоже чувствую, что меня ценят, что меня любят. Я окружена теплом, я окружена заботой, любовью. Мне кажется, что ничего... Я делаю свое любимое дело. Я думаю, что ничего лучше, не знаю, сложно что-то представить. Слушайте, ну, влюбленные в профессию люди, это здорово, значит, счастливые люди. Давайте переходим сразу к делу. 25-го числа, 25 лет с размахом отмечает Теодор Балет. Да. Что будет происходить на сцене, кого и чем вы собираетесь удивлять? Во-первых, мы будем танцевать там. Да, удивительно. Удивительно этот факт. Да, мы готовим очень интересную программу. Мы готовим какие-то фрагменты, которые, может быть, полюбились больше всего нашему зрителю. У нас прямо есть заявки на какие-то определенные... Серьезные. На полном серьезе, да. То есть люди прямо нам пишут и говорят, что мы берем билеты в таком-то ряду, мы хотим смотреть специально, чтобы... Именно этот танец. Именно этот танец. И, конечно, мы хотим эту часть истории... Ну, ты... Вы понимаете, за 25... За это время сколько было сделано номеров, сколько было сделано постановок. Нам тоже было сложно. Мы сидели, перелопачивали информацию. А это тоже классно, и надо вытащить. А все-таки... Поэтому есть какая-то доля чего-то, того, что мы делали, как воспоминания. Есть, конечно, новая информация. Опять-таки вы увидите наших талантливых учеников. У нас есть определенный танцевальный проект в студии, да. Так как у нас был уже концерт танцевальной студии, здесь у нас ребята из проекта, которые очень много занимаются и хотят стать танцорами. Помимо этого, у нас есть музыкальная часть, составляющая, которая тоже, я думаю, что в этом году будет сюрпризом для многих. Я думаю, что это один из основных сюрпризов. Мое личное мнение. Сколько танцоров будет на сцене и возрастной контингент? Будут ли самые молодые, самые маленькие? Я думаю, что в общей сложности у нас будет не меньше 50 человек. Да. Именно взрослых будет где-то 25-27. Нет, даже больше. Вместе с Юлей, вместе с Теодором, вместе с Теодором. Это вообще... Это еще больше. Да. Где-то 27-28. Плюс ученики. Плюс ученики будут где-то 30 учеников с 5. Нас много. С 5 лет. Нас много. Приходите на нас посмотреть. Мы вас очень ждем. Ребят, а пользуясь случаем, хочу спросить, каким вы видите развитие Теодор-балет в будущем? Ну, мы собираемся праздновать 100 лет, 125 лет. У нас, к сожалению... Планы большие. К сожалению, в Молдове немножко упала танцевальная культура. То есть не так хорошо... Чем меньше... Я думаю, это когда Теодор уехал в Мухарест, как-то и танцевальная культура упала. Потому что не делалось больше концертов в Палату Национал или в каких-то больших залах именно танцевальных. Мы хотим... Ну, пускай, которые бирбалеты делают. Делают, но это, получается, дети вместе со взрослыми. У нас будет больше взрослых детей. Детей будет... Маленький фрагментик мы покажем в студию. А так будет именно профессиональный танцевальный вокальный концерт. То, что давно не было у нас, то, что, опять же, делал Теодор давно, где-то 6 или 7 лет назад, да? И мы хотим вернуть обратно эту культуру, то, чтобы люди приходили и покупали бирбеты именно на профессиональные танцевальные концерты. Именно я этого очень сильно хочу. Я вас прошу, приходите. Ну, мы желаем, чтобы все ваши мечты и все ваши желания и цели обязательно сбылись. Естественно, вы сегодня не пришли к нам с пустыми руками. Конечно, нет. Привезли часть, добрую часть вашего коллектива, который обязательно для нас танцует. Как называется, кстати, танец? Шантаж. Ага, шантажировать зрителей наших будете, да? Но это произойдет сразу после нумерологической картины сегодняшнего дня. Я передаю слово своей коллеге Айсулу Ахимовой. Ага, шантаж. Продолжение следует. У нас понравилось.